МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЮСЬ ПАДАРСТВА У ЭФІРЫ АБЬЯКТЫУ З ВАМІ ЯРАСЛАУ СТЕШЫК И ВОТЬ ЧТО НАМ ПРЫНЁС ГЭТЫ ПАНЯДЕЛАК БЫЛ НА ПАДПІТКУ, ЗАТРЫМАЛА МИЛІЦИЯ ДАЙ ШЛО ДА АМПУТАЦИИ И КОМЫ Видимо, запугали ему и сказали, что будет еще хуже, если что-то будешь ты кому-то давать какую-то информацию. Отрученное китайским заводом. Приехали МЧС, замерили. Присутствие запаха есть, газы неизвестного происхождения. Капитальная нетбалость. Жизнь превратилась в пытку, в ад. Каждый день, когда дождь, бежать домой и быстрее спасать, собирать эту воду тряпками. Ампутавали частку ноги, але претензиев до милиции немае. Павод для офицейной версии. Пагоршился стан жихара городзенщины, який трапил у реанимацию, праздник который час после затримания милиции. Свояки кажут, что силовики мощно сбили затриманного в лесе. Милиция свержает, что немае никакого дочинения до стану здоровья мужчины. У резонансных историй разбирался Степан Светлоу. Трапил у шпиталь после сбития милициянтами на аутофестивале. Гэтак стверджают родные и близкие жихара городзенщины Дениса Лукьянова, який теперь ляжет у реанимации худкой допомоги городни. Главный врач мне сказал, что по телефону мы не имеем права давать не такой информации. Нашмат больше охватно идут на контакт с медиами близкие потерпелого. Хочут домахчись оправдой. Кажут у Чора Дениса подключили до аппарату штучной вентиляции легких. Он уже практически не узнавал никого с родных и близких. Меня очень сильно удивило то, что сотрудники правоохранительных органов приходили и допрашивали его, который человек, который находился практически под действием наркоза. Свояки обвесили сбор грошей для семьи потерпелого. Он был одним кормителем для женки и троих малых детей. Лукьянов уже перанес шесть операций, а праздник рост тяглица у ему ампутавали частку ноги. Далейшие прогнозы докторов несутешальные, что правда милициянты тут зусим не при чем, свержая прессовая служба силового ведомства. Перша початкова он был доставлены дежурным нарадом у палату для разбору, а у 18.00 у городенский раус, за тым умеет выть вярызник. Там его агледел доктор и яких-небудь телесных пашкоджанев не выявил. Раницей после полного противорожения и без скарга на здоровье мужчина был выписан из установы. Я знаю, как он ходит, и поэтому я заметил, что хромота присутствовала. Муз же стверждает, что мужчина не свертауся со скаргами у правооховные органы, а так само, что первые амаповцы заявились на фестивале только о полове на 8.00 вечера. Но телеграм-канал «Нехта» сегодня опубликовал фотоскарги на день не милиции, да и с дымки первых супрацовников Амапу, которые были на месте уже около 16-й. Не правда и то, что в пресс-службу по комментарии никто не свертауся, пишут уже журналисты Еврорадио. Он не зловредный, он не агрессивный человек, он физически слабый человек. Видимо, запугали ему и сказали, что будет еще хуже, если что-то будешь ты кому-то давать какую-то информацию. Повод для милиции травму Денис Лукьянов отримал за уластной неосторожности про за 11 дзен после аутофестиваля, что правда меркуют же с популярных комментариев на буйных интернет-порталах, громадскость у этой версии сумневается. А что говорит медэкспертиза и оперирующие медики? Каковы причины приведшей к ампутации? Он что, так упал? А может, он сам себе бил и приговаривал? А его родным очень скучно жилось, и они решили выдумать историю с ОМОНом, который и пальцем никого никогда не обидел, и всегда действует согласно букве закона. Министр сменился, но ничего не поменялось. Ложь, разбой и безнаказанность в ведомстве. Рейтинг милиции, дедовердая ее угромадствения, глядяши на измену министра, по раннейшему застоятся невысокие, стверджают правооборонцы. После так званых историчных разносу силовиков Широкий общественный резонанс вызывают факты чрезмерного применения в отношении граждан силы и спецсредств. Дикость. Расшедралась она подробязные звездки и официйная статистика. Гэтаку администрацию президента стали частей скардицца на органы внутренних справ. Вряд ли здесь можно говорить о том, что это какая-то политика государства. Это просто расхолаженность сотрудников милиции, которые так привыкли работать, им так комфортно. И проще выбить показания, чем искать доказательства, уделяя этому длительный период времени. Кабы оборониться от махчумай сваволи силовиков, правооборонцы раець позбягать сутыкненья с милицией, ды намагаться прытягивать увагу светков. Почас затриманья потребовать адвокатов писать скарги, запоминать усея количество, ды фиксовать тое, что отбывается хотя бы на аудио. Степан Святлоу, Белсад. Створить команду пираменов обецают оппозиционные демократичные силы да выборов депутатов Палаты представников. Головной метой нового оппозиционного объединения мая стать подрыхтовка да уделу у президентской выборчей кампании наступного года. Призначение парламентских выборов селета оппозиционные политики называют порушением Конституции и не спадяются на демократичную ходу кампании. Под обязанностей у Галины Абакунчик. Черговая выборчая кампания. Саправдные выборы депутатов Палаты представников альбо традиционный ритуал с передвизначенным выникам. Ци варта брать у них удел и как подрыхтоваться до наступных президентских выборов. Гэты и инши питаньи у парадку дня лидеру политических партий и рухов. Отказа на их шукали политики, аналитики и политологи под час обмысловой дискусии на початку выборчей кампании. Як выник, кто из демократичных силы идёт на выборы самостоянно, иншая у склада коалиции, а не которая, да гэтуль, разважают про свой удел. Уже традицина з боку опозиций гучает ломачэнні об використанні усіх махчымастів діля легальна праця з електоратом. Однак частка партийців заявляє про більш амбітні мэты. Мы идём к коалиції, идём с единым посланием. Это послание создать команду перемен. Реч идёт о том, что в следующем году нас ожидают президентские выборы и к ним мы уже должны подойти большой мощной командой. Керівник Центру европейський диалог Анатолія Бетька, як колишній шматразовый удельник выборов, раїть признать реальний стан речи у айчинних демократичних силах. Але навіть у таких умовах он бачить поле для манёвру. Я не вклюшав бы, коли політичні організації заявили, що усі ми на сьогоднішній день не вельмі моціне, магутне. Можна, давайте будем ладзіць супольні пікеті. Хай стоїть пікеті, там будуть стяг, там я не ведаю, бедна громадянська партия, БНФ, там руха за свабоду. Разом ладзіць, тому що можна біць і супольне послання, та і саме свабодні сумленні выборы, гадаті кавіць усіх. У дзільніки дискусії немають сумніваў, што селітніе выборы – традиційний ритуал. Мауляў, про то ісвечыць, не консультаційне скарычэнне терміну праці дзейного депутацьку корпусу, аднаку делу кожный кампанії выборов мае сенс, каже адмысловца. Пошні гады Савецка Саюза не паказуваў, што тая абсолютно выхлашаная выборы, там вогулі адзін кандыдат був без альтернативы, раптом могут набыць сенс. І пачынают лічыць галасы комісії як след, калі система пачынае хістацься. На гэты момента пазіцца таксама мусіць быць гатовае. Нюзабаві распачнецца этап збору подпісаў за рэгістраціў будучых кандыдатов. Як стала вядома сёння, на галовных і шматлюдных площах Менску гэтырабіць заборонена. Галіна Бакончак, Белсат. Беларусь на 12,5% павалічыла експорт малака і малочныў прадукцыі за першая паўгодзе, не гледяшы на гандлёвые конфликты з Расеей. Лічбу агучыла Міністерства сельськай гаспадаркі і харчоў. У студіні Шервіні Беларусь прадала замяжу малака і прадуктаў з яго на суму 1 мільярд і 100 мільйонав доларов. З їх мільярд доларов абарот на росейскім рынку. Паводлі Алексея Багданова, керавніка Галовного управління замяжноэкономічныў дзеўсі Міністерства сельськай гаспадаркі і харчоў, наибольшым попытам крысталіся беларускі сыры і масла. Калі Расея увіла абмежаванні на пастаўкі сухога малака, айчынные вытворцы перанакіровалі вытворчасць на вырап сыру і цельномалочной продукціі. Чыновнік адзнашыў, што забороненная рассельга с наглядам, продукція таксама паступово вертаецца до спожуца. Сё лето кошты на беларускі молочны харчы, експартованные з Беларусі, вырослі на 6 ацоткав. Жыхары Светлагорску і ваколіца ўсудзіцца ў Гомлі са шкодным прадприемством – заводам беліной целлюлозы, пабудаваным китайскімі інвесторамі. Людзі патрабуюць компенсацію за шкоду здоров'я ад страшнага смуроду і выкідаў хімічных рэчаваў ў поветра. Ірына Дарфійчук Небезпечны китайскі завод ў Светлагорску знову ў центры увагі. Тепер ў судзі. Судзя районного суду Людміла Сыцько распачала грамадзянскі процэс пабудля скарги екологічныя актывісткі Тамары Кавальчук. І она патрабуе компенсаваць шкоду здоров'ю, выкліканую дзейнастю заводу беліной целлюлозы. Пазовніца ў процэсі Тамара Кавальчук стверджаю, што ў яе з'явілася захворування, звязанная со шкодными выкідами. Заводу. Активістка оціоніла шкоду ўласному здоров'ю на 750 тисяч доларів. Жыхары вёскі Акимова Слобода, побачз якої паудавалі завод, адзначають, што здоров'я пагоршылась ў шмат ў кого. Старі болячкі всі возобновілісі. Як раншо мене срив сердечного ритма мог один раз в год, а тепер я може через місяць, може через два місяця, може через 4 місяця срив сердечного ритма і лежу постоянно в больниці. Отказчикам выступає пекінська компанія «China CAMC Engineering», яка і будавала завод. Представники отказчика на паседжене не з'явілись і ходайничали про перонос розгляду справы, бо мау ляу їм не подали доказальній базы, обнаняся не шкоды здоров'ю. Я вызывала МЧС на дом. Приехали МЧС, замерили. Замерили, сказали, што присуствіе запаха є, газы неізвєстного праисхождення. Все? Вот это доказ у нас адзін. Жахарі Светлогорську і району адвыкіду з заводу пакутують ўжо два гады. Ад пачатку пуска наладочных работ на прадпиємстві. Гэтае выкіды утрымлюваюць непродугледженый проектам смердючий і отрутный газ «Метыл Меркаптан». Звонят главному інженеру, не може быть, не воняє. Я пойду посмотрю, поеду посмотрю і бросають трубку. Диспетчер бросає трубку. Главний інженер бросає трубку. Обвиняє нас, що ми власть тут дискредитируємо. Люди скарляться на головокруженні, повышенні тиску, аллергічній реакції, спазмі стравника. А доктары толькі записываюць ў картку, што пацієнт лічыць хворобу вынікам выкідув з заводу. Медіцина беларускай сёня не готова ў вогулі, ў принципі, аналізоваць гэтую ситуацію. Яку ўшкоду нашому здоров'ю за два гады гэтый завод нанёс? Мы не можам выміріць. Ось сёня, мы не можам сказаць, а як гэта будзе сказывацца на нашам здоров'я, наприклад, с ПРАС-3, ПРАС-5, ПРАС-10 год. У змаганні супрэцшкодных выкідов актывісты нікалькі разу обышлі ўсе махчымы інстанціі. Гдє мы толькані булі, і Мінприроді, і Мінздравы, обіщаюць, обіщаюць, всі про нас знают, всі про нас помнят, всі про нас слышат, но ВОЗ, как говориться, ныне там. І ўсё ж кожны свой крок актывісты лічыць крокам ў керунку справедлівості. Наступная пасяджыня ў справе адбудзіцца 30-га верасня. А актывісты рыхтуюць яшчы адзін пазоў супрэцзаводу за порушэнні екалагічнага законодавства. Ирина Дерафійчук, Белсат. Росейская служба гідрометеорології прызнала, што пасля выбуху на полігоні пад Северодзвінском радіаційны фон перравышаў норму ад 4 до 16 разоў. Пробы апаткаў і па ветра раз гідромет браў з дня выбуху 8-га жніўня пад 23-га жніўня. У пробах знайшлі радыянукліды, стронцую, барыю і лантану, але улады тлумачыць гэтае паказнікі праходжаннім в облака радыактивных інертных газав. Цяпер сітуація стабільнае, тэхногенных радыянуклідав ў гарадах Северодзвінску і Архангельску офіційна не выявліна. Медыкаў, што да памагалі па терпелым ў выбуху на сакрытным вайсковым аб'єкці пад Северодзвінском, не паперэдзіли аб радыаціі. А ў одного з їх знайшлі Цезі-137 ў телі, павідамляла выданні The Moscow Times. У сваючаргу Мінздоров'я Архангельскай в області меркуе, што Цезі мог трапіць ў тела лекара разам з Єжай. Паводле версії ведамства, паколькі медык калісті был ў Тайланде, то, цытата, «мог просто наеціся фукусімскіх крабаў». І ў працях рады актывны темы. Савет Міністров затвердзіў стратэгію абыходжання з ядравымі адкідамі з Остравецкай АЭС за некалькі месяцаў да запуску першага енергоблоку. У радоўцы различываюць на перапрацовку ядравага паліва ў Расеі. На гэтэ момент пераважным варіантам абыходжання з адкідамі ядравай вытворчасці Беларускай АЭС ёз перапрацовані паліва ў Расеі з вертанням ў Беларусь адкіда ў шклопадобной матрыце. Някая змістіць радыянукліды – це з Євастронцеваў фракціў з выключэнім долготрывалых радыянуклідав. Гэта написана ў довга чаканай грамадствам і екологамі пастанові Савміну. Згодна з документам адкіды ядравай вытворчасці будуть перапрацовуваць пасля непрацяглага заховування ў Беларусі або Расеі. Колькі будуть заховуваць залежыць ад экологічнаў і економічнаў метазгоднасті. Махчымыць перапрацовкі адкідаў з вертанням ў Беларусь ўжо бездовга трывалых радыянуклідав ясше не замацаваная паміжу радамі. Альтернатыўны варіант – заховування радыянактывных адкідаў ў глыбінной геологічной формаціі. Тобок пад землёй на території Беларусі. Неглядзішы на непэвныю будучыню адкідаў, дзержава назвала кошт выдаткав на ёх абслуговуванне – ад 2,5 до 3,5 мільярдов доларав на 100 гадоў. Было тёплее і сухое надворье, клали бордюры і рамонтовали балкон. А як пайшлі дажжы, узялися за дах. У гарацкім пасёлку Бешанковічы жыхары дому на вулице Маладёжной стали закладніками ападкав і недальнабачнасті рамонтнікав. Хто панесе адказнаць за пошкоджанныя кватэры, ў справе разбіраўся Віталь Бабін. Вот это третий этаж, да, це більше месяца уже заливаў мою квартиру, а пятое этажи там просто превращены в сарае. Наталя Бондра, якая жыве ў доме думар 15, на вулице Маладёжны у Бешанковічах аднае з десятка ўжехароў, хто па царпеў ад капітальна гарамонту сваўго дому. Сё літа ў червіні тут пачали направляць дах. Жизнь превратилась в пытку, в ад. Каждый день, когда дождь, біжать домой і быстрее спасать, собирать эту воду тряпками. Иногда до утра приходится собирать. Однажды у нас от большого дождя выбило электричество, мы были 12 часов без света, я при свечах собирала эту воду отсюда, в ведра. Иде дождь, тярпять стены, падлога, шпалеры ў кватырах. Некоторые жыхары не авытрымали, з'ехали до сваяков. И тазики подставляем, и ведра, и воду выносим, и убираем воду, чтоб уже к соседям не текло, хотя там протекает, и потолке обвисают. На початку коммунальники скировывали людей до подрадной организации, якая выконовая ремонтная праце. Там пообяцали прац страховнику скомпенсовать усе страты, сгодно с дефектными актами. Однако белдярж страх не погодился на такие умовы. Мовляв, коли потерпела толькі частка шпалеров тістяна, то выплаты будуть различываць толькі на гэтую частку, а не на увесь пакой. Как можно было ставить людей востаком? Ну, никто нам ничего, никуда абсолютно, никто не може помоць, никто. Увы, нікужі харышмад пакутнага дому звернуліся ў районну администрацію, а был выконкам, і навод ў администрацію керавника країны. Посенне время, пусть проливных дождей, которые тянется ў нас уже больше месяца по Витебскай области, очень много жалоб поступает жителі города і области, що протекають крыши. І очень плохая работа жилищно-коммунальних служб просматривається і сейчас. Однак намеснік директора ў справі добра упорадковання і утрымання жилого фонду предприємства «Бешанковецкий коммунальник» Василь Щука не згодны з таким меркаванням. Мовляв, сітуація вышла з-под контролю звіны подрадчыков, які не справділи довготерміновага прогнозу на двор'я. І запевнивая, що страты, зазнані людьми у выніку недальнобачності рамонтнікав, будуть скомпенсовані ў полному об'ємі. На сьогоднішній день, значит, погодні умови позволяють нормальне роботи, 50% кровли выполнено, поэтому треба потерпіти. Ми свої акти не меняли, і вплоть до судебних избирательств, господарь буде все равно це компенсувати. Василь Щука повідомив Белсату, що скончить рамон даху мають вже до 20 вересня. Колись хтось ці побачить у прогнозі, що ближайшими днями у Бешанкоючах чекаються дажжи, і дах буде цілком раскрытый, пораю одразу звертаться до коммунальнікаў. А пішні об'яцаюць неоткладно в'їхать на міцца, каб більш не допустить полторіння гэткій ситуації. Віталь Бабін, Белсат. Смелые плывцы кинуліся в каламутную воду торфяного болота Уэн Рид в Ауэльсе. 176 особоў у комедийных костюмах споборнічалі за першинства на чемпіонате свету по снорклингу. Што гэта такоўе, даваеце паглядзім. Смелые плывцы кинуліся в каламутную воду торфяного болота Уэн Рид в Ауэльсе. Галавнае, хачу трымаць рукі побач, галаву накіраваць просто і худка перабіраць ластамі, што варяд. На адначасова спрабуюча імітаваць червяка. Я долучыўся да забавы пару гадоў таму. Думаў, што гэта будзе папросту весела. На самой же справі гэта доволі складана. Высілкі ня людскіе. Бо забытваўся ў водарастях, а махчымасці дыхаць незалежна немаўш. Больш інформаціў на нашей сторонце белсат.эу. А я з вами развітваюся і зычу добрага вечара. Думаў, што гэта будзе папосту весела. Думаў, што гэта будзе папосту весела. Думаў, што гэта на са. Думаў, што гэта будзе папосту весела.